Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, начну с самого начала. Слушайте, с сегодняшнего дня, с 1 февраля, в социальных сетях запрещено использование нецензурной брани. То бишь, запрещено ругаться матом. Вы знаете, если честно, я очень и очень этому рада. Поскольку, почему, как говорится, то, что позволено Юпитеру, не дозволено быку. То есть все прекрасно поняли, почему я, допустим, если хочу как-то назвать вещи своими именами и сказать как-то немножко какое-то крепкое словцо, но при всем при этом я стараюсь этого не делать. А некоторые другие люди могут себе это позволить, и те же блогеры, и в общем, в принципе, ничего им за это не было. А вот теперь нельзя, нельзя, и еще раз нельзя. Так что, знаете, сразу хочу сказать, чтобы вы обратили на это внимание, поэтому не стоит потом, если вы каким-то образом там материтесь, соответственно, все эти сообщения тут же будут удаляться в социальных сетях уже самим непосредственно Ютубом, поэтому пеняйте, как говорится, на себя. Все. Нельзя, нельзя, и еще раз нельзя. Ну, а мы с вами, как обычно, переходим к Колесниковым. Утро, обед, непонятно что, да? Кухня Анжела с важным видом стоит и жарит те самые рубленые котлеты. Блин, меня когда-нибудь Цугундер схватит из-за этих котлет. Жарит в наушниках, причем говорит, что сегодня воскресенье, и нужно слушать исключительно христианские песни. Ну, а в доме убирают. Убирают, снимают мишуру, новогодние украшения. В принципе, все понятно, да, 1 февраля, как бы уже, как говорится, давным-давно пора. Да, Арина ползает в Виталининых роликах. Когда она забиралась на лестницу, ей сделали замечание, и она так, с такой вообще силой стащила вот эти свои ролики, Виталинкины ролики, с такой силой громыхнула, бросила их об пол, да? Я думаю, да, Виталине недолго осталось кататься на этих роликах, недолго. Анжела поет что-то непонятное, тут же жарит котлеты. Я исключительно разобрала только Аллилуйя. Другое вообще неясно и непонятно. Показали стол, на столе валяется хлеб. Вот по-другому я это назвать никак и никоим образом не могу, потому что не могу себе представить, что просто вот можно взять и положить буханку хлеба просто на стол, да? Ведь можно взять тарелку, положить на тарелку. Можно, в конце концов, положить вот на что угодно, да? Но не просто на стол. Отношение к хлебу. Люди все прекрасно знают, какое это должно быть отношение нормальное. Ну, у них в семье по-другому. Ну, а так, в принципе, все отлично. Мама счастлива, дети счастливы. Света, смотрю, обнимает своих детей. Все у них замечательно и все хорошо. Дай бог, чтобы это было не только, исключительно на камеру. Ну, и далее очередной, уже даже не влог, а стрим. Да, решили провести стрим. Начался он с того, что Леша, как всегда, топит. Ему помогает Дарина. Она опять на роликах. Ну, в общем, да. А Леша, знаете, такой серьезный. Слов нет. Словно не стрим проводит, а решает судьбу России. Спросили у него, а где же ваша женщина с Болгарии? А он и говорит, а тетя Света, так она в Болгарии. Ну, понятно, что она в Болгарии. Я так понимаю, что тетя Света им помогает не всегда. Сейчас, наверное, у нее какие-то другие подопечные. А как хотелось бы, наверное, Колесниковым, чтобы тетя Света, как вот, знаете, фея самая настоящая, всегда была бы на своем боевом посту. Всегда бы им помогала в любой ситуации. Да, была бы их, так скажем, вечным спонсором. Ну, вот что-то у них там не срослось. Я смотрю, действительно, как-то они общаются в последнее время крайне-крайне редко. Задали вопрос о собрании. Почему же они не пошли на собрание? На что Леша говорит. Мы, вы знаете, боялись заразить людей на собрании. Леша, как это здорово. Вот можно было бы сказать, что вы такие молодцы, если бы не одно большое «но». А почему же вы не боялись заразить работников на почте, работников в сдеке, в магазине, куда ты шлындрал, бегал вместе со своими детьми, без масок и так далее? Почему? Или работники вот этих во всех организациях, они не такие же люди, как у вас, которые приходят на собрание? Или их, да, как-то вот не жалко? Я не знаю. Я, если честно, не понимаю, почему Леша так говорит. Ну, и что касается комментариев, он сказал, что у них канал, заметьте, здравомыслящих людей, больных на голову, они блочат. Ну, что касается больных на голову и блочат, это здесь я могу сказать о том, что это их личное дело. Хозяин-барин, как говорится, здесь все понятно. Ну, вот то, что у них канал здравомыслящих людей, здесь бы я, конечно, бы поспорила, потому что, ну, здравомыслящие люди никогда в жизни не будут писать всевозможные гадости, бегать по чужим каналам и строчить гадости. А и они именно этим и занимаются. Кстати, был задан вопрос, почему нет телевизора? Ну, на что Леша вместе со Светой, прямо перебивая друг друга, сказали, боже, да зачем он нужен, этот телевизор, когда у нас есть, типа там, ноутбук, да? А еще совсем недавно говорили, что если будет какой-то спонсор, который им подарит телевизор, то они будут с удовольствием им пользоваться. То есть получается опять какая-то неправда. Опять люди что-то недоговаривают и говорят неправду. То есть нет денег, да, никто не дарит телевизор, значит телевизор не нужен. Появился бы такой спонсор, и тут же телевизор стал бы, в принципе, нужен. Все, все меняется. Видно, забыли, о чем говорили и говорят. Ну и далее, да, спросили про курицу. Леша говорит, мол, не рублю, потому что, не рублю курицу, потому что пусть живет, потому что уже давно не рубил, и, в общем, как бы даже, в принципе, жалко. Ну, вот здесь действительно хочется сказать, и не надо рубить с нее. Мяса особо будет немного, но курицу, если честно, жалко. Вообще не знаю, зачем они ее, в принципе, взяли. Ну, а далее Света сидела с Лешей, положила свою головушку ему на плечо, так, знаете, нежно. Это вот, кстати, для тех, кто говорит о том, что Света вот из тех людей, которые не умеют показывать и проявлять свои чувства на людях, да. Может, все она может, только в отношении своего мужа, а не по отношению к своим детям. И, опять же, об этом все прекрасно знают. Вернее, все те, кто смотрит этот канал. Ну, а есть такие люди, которые смотрят без году недели, как говорится, поэтому они, конечно же, никогда ничего не знают. Ну, в общем, на стриме, помимо папы и мамы, была еще, конечно же, и любимая доча, которая кривлялась, бегала, показывала язык, в общем, вела себя так, как хотела, гремела роликами. Ну, а почему бы так себя не вести, если папка с мамкой разрешают, да. Сказали, что сделали очень много в доме, и огород привели в порядок, и дом, ну, в общем, знаете, не люди, а молодцы. Да, рассказали об отношении к тем, кто снимает на них обзоры. Ну, вот, если честно, знаете, я могу сказать, не знаю, может быть, конечно, они приходят, от них приходят люди с левых каких-то ников, я не знаю, вот не поймем, не вор, как говорится, да, но могу сказать, что я снимаю на разных блогеров обзоры, и Колесниковых в этом плане, наверное, как-то даже, ну, в общем, они выглядят более достойно, они никогда не прибегают сами, никогда не кричат, то есть, да, на них снимают много обзоров, и они как-то в этом плане выглядят более достойно, нежели те другие, у которых намного меньше подписчиков, но ведут они себя вообще недостойно. Ну, друзья мои, опять же, у каждого из нас свое мнение, вот это вот моя точка зрения, да, вы можете, конечно, со мной не согласиться, это нормально. Кстати, Лешка обещал, что будут снимать меньше видео, что-то я не поняла, почему, верится, правда, с трудом, потому что видео, это его деньги, опять же, да, то есть, почему он будет снимать меньше, вроде как, он так объяснил, что это будет связано с тем, что будет улучшать свой контент, ну, что-то можно улучшить, я, если честно, не знаю, но опять же, поживем и увидим, да, влог, очередной влог начался с того, что Леша сидел у печки, и, конечно же, рассуждал о жизни, опять рассказывает о том, что из-за светиной болезни они остались дома и не поехали на собрание, в общем, все как обычно, Анжела в своих вечных наушниках, я так понимаю, что она теперь и спать с ними вместе ложится, родители ее, кстати, отругали, но Анжелке абсолютно все равно, рассмешил меня Макс, встал, поел, встал, да, и решил, вот, вытираться общим кухонным полотенцем, при всем при этом, салфетница лежала на столе, но, с другой стороны, чего можно требовать от Макса, когда он сын своих родителей, опять же, конечно же, ничего, друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор, в принципе, у них особо новостей никаких, поэтому, да, и вот, конечно, когда у них что-то есть интересное, то можно больше, более интересно что-то о них рассказать, а когда у Колесниковых тишина, то и рассказывать, в принципе, нечего, так что не судите меня строго, опять же, естественно, всех вас целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя и своих близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, мне тут кто-то написал о том, что, ну, я так предполагаю, те, о которых я вчера снимала, не могут все никак успокоиться, да, а вот концовку-то вы взяли у Малахова, а вот и нет, да, а вот и не взяла, и моя эта концовка, так что сначала послушайте, что говорит Малахов, а потом ко мне, потому что я тоже смотрю Малахова, как и многие другие, так что, мои хорошие, у меня на сегодня все, естественно, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и оставляйте свои комментарии, и, конечно же, огромное вам спасибо за поддержку, огромное спасибо, я это все очень ценю, я все это прекрасно помню, и спасибо за ваши комментарии, за теплые слова, все, целую, всем пока, пока, пока,